19 августа православные отметили преображение Господня, один из 12 наиболее чтимых христианами праздников. В этот день в городском Свято-Успенском храме начались божественные литургии. В Свято-Успенском храме в день преображения Господня пришли божественные литургии, после чего осветили плоды урожая – яблок и винограда. В народе преображение называют яблочным или вторым спасом. Согласно истории, Господь во время молитвы на горе Фавор преобразился перед тремя своими учениками. Яблочный спас празднуется во время, когда начинается сбор урожая в садах. Отсюда и название. Также существует в народе поверье, что именно с этого момента начинает холодать, что свидетельствует о приближении осени. Я всегда, каждый его встречаю, праздничный этот праздник, и желаю, чтобы всегда его встречали так, как мы святили его сегодня. Приходим деткам, надо показывать, что это праздник, мы всегда ходим. Маша, тебе нравится в церковь ходить? Это святой праздник, мы каждый год всей семьей ходим. Сегодня я одна пришла, так получилось. Все по традициям, как всегда, яблоки, мед. Традиционно в этот день Управление по вопросам семьи и детства организует мероприятия для детей-сирот и детей, которые воспитываются в замещающих семьях. Управление по вопросам семьи и детства проводит такие мероприятия на Пасху, на Рождество, на Яблочный Спас. Обычно посещение детей – это 20 человек вместе с родителями. И стараемся, чтобы охватить всех детей-сирот и детей, которые воспитываются в замещающих семьях. Цель акции – приобщить детей к православной культуре. В воскресной школе для детей в этот день прошел урок, где им рассказывали о цели, истории и традициях этого праздника. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».